Аллое отцветение народного признания Политика 7 марта 11 Аллое отцветение народного признания В день памяти Иосифа Виссарионовича Сталина тысячи россиян по всей стране отдали почести советскому вождю, главковерху Великой Победы. Сталин ушел из жизни 66 лет назад, 5 марта 1953 года. Многие миллионы советских граждан восприняли его кончину как огромную личную потерю и трагедию. Драматические события отечественной истории привели к тому, что многие десятилетия память Сталина чернили в глазах народа, его наследие и грандиозные заслуги стремились или замолчать, или опорочить. Особенно активно велась антисталинская пропаганда последние 30 лет. На этой лжи, которую преподносит на школьных уроках, в официальной прессе и на ТВ, в многочисленных кино и книжных опусах, выросли целые поколения. Но вопреки этой черной пропаганде, по многочисленным опросам общественного мнения для россиян Сталин является самым популярным политиком века. И популярность его растет. Например, по данным Левада Центра, с восхищением, уважением и симпатией к Сталину относятся 40% россиян. Тех, кто относится к нему с неприязнью, страхом, отвращением, ненавистью, всего 12%. А из 20 тысяч участников опроса, проведенного свободной прессой, 63% посчитали, что Сталин внес наибольший вклад в развитие страны за последние 100 лет. По многолетней традиции, 5 марта состоялась общественная акция «Две гвоздики товарищу Сталину». К его могиле у Кремлевской стены было возложено 8600 гвоздик от имени тех, кто не может лично прийти на Красную площадь, но хочет отдать дань памяти этому великому человеку. В этот день коммунисты, их сторонники, сотни москвичей приняли участие в памятной акции на Красной площади. К могиле Сталина и Мавзолею Ленина легли венки и цветы. Выступая на митинге у Бюста и В. Сталина, состоявшимся на мемориале славы В. Владикавказе, Михаил Тиблоев, первый секретарь Ленинского РК КПРФ, отметил, что вклад и в Сталина в становление, упроченное могущество нашей страны неоценим. А имя генералиссимиса стало символом победы, который не меркнет и сегодня, заставляя удивляться величию гения этого несгибаемого борца и руководителя. В Кирове горком КПРФ организовал возложение цветов к мемориальной доске на здании Городского совета ветеранов. В здании по адресу улицы Ленина, д. 97, в 1919 году. В составе Ревен-совета РСФСР Сталин и Дзержинский работали несколько недель в составе партийной комиссии. В разных районах Саратова состоялись пикеты. На плакатах статистика о достижениях советской власти, когда страной руководил Сталин, и информация об итогах нынешней разрушительной политики. А руководители Саратовского обкома ЛК СМРФ Сергей Потсевалов и Сергей Шитов провели беседу с пассажирами пригородной электрички на тему Сталина «Современность». Разговор, как сообщают, получился живой и заинтересованный. При этом среди пассажиров электрички оказалось подавляющее большинство сторонников сталинской политики. В День памяти В. Сталина Краснодарский краевой и Адыгейский республиканские комитеты КПРФ провели совместный автопробег. Колонна под красными знаменами Победы, флагами КПРФ и Ленинского комсомола стартовала в Майкопе, столице Республики Адыгея, а завершила свое движение в Парке Победы города Белореченска районного центра Краснодарского края. Здесь, на Аллее Победы, состоялось возложение цветов к бюсту Сталина. Мы против исторических фальсификаций, порочащих и в. Сталина, заявили на круглом столе, посвященном выдающемуся советскому лидеру и его роли в истории страны белгородские коммунисты. Основы всего, что мы сейчас имеем в промышленности, в том числе военной, были заложены именно во время правления Иосифа Виссарионовича Сталина, полагает первый секретарь белгородского горкома КПРФ Кирилл Скочко. В Калининграде коммунисты провели вахту памяти на мемориале 1200 гвардейцам у стелы с барельефом генералиссимуса. Председатель Калининградского отделения Союза Советских Офицеров Николай Гончаренко указал, что в Калининградской области, регионе, вошедшем в состав России благодаря деятельности Сталина, о нем напоминает только один барельеф и призвал коммунистов активно включаться в борьбу за то, чтобы в Калининграде появился памятник вождю и улице его имени. Имя нашей славы. Мы были едины в веселье и гневе. Твой ум прозорлив, сила воли крепка. Отчизну привел ты к великой победе и память оставил о ней навека. Но вновь червяки, ты это предвидел, могущество, силу страны разодрав, клянут и чернит твое славное имя, народ обокрав и лишив его прав. Спиралью история вновь развернется, ты так нас учил, злу приходит конец, Россия очнется, страна всколыхнется, навек рассудив, кто герой, кто подлец. И город, стоявший в боях как твердыня, где враг обнаглевший вопил, это ад. Он вновь обретет свое славное имя, что знает весь мир наш герой Сталинград. Валерий Копылов